С одной стороны трамвай, с другой стороны поджимает автобус. Одесситы жалуются на транспортный коллапс на седьмой станции Большого Фонтана. Вот только альтернативного решения данной проблемы они не видят. На самом деле ужасно. Я, допустим, живу здесь маршрутку, постоянно проезжает в трамвай, нужно сюда облокачиваться, чтобы, ну, не дай бог, не задело. Конечно, так себе, но я не вижу нормального решения все равно. Но, в моем мнении, это отвратительно, потому что сейчас еще худо-бедно, неча с пик, но с утра, ну, здесь невозможно ждать чего-либо, потому что, с одной стороны, тебя прижимает трамвай, тебе нужно отойти вот туда, с другой стороны подъезжает маршрутка, с третьей тебя сбивает машина. Ну, оно особо, ну, не соответствует. Несколько лет назад активисты уже поднимали актуальную для жителей микрорайона тему, на что департамент транспорта ответил схемой, которая должна была сделать эту остановку безопаснее. Тогда общественник, а ныне депутат горсовета Алексей Асауленко констатирует, за три года обещания чиновников так и не трансформировались в реализованную схему оптимизации дорожного движения на седьмой фонтана. То есть, там вы понимаете, что чудовищно-аварийная ситуация и риск для жизни. И я с этой ситуацией начал еще разбираться, будучи руководителем общественной организации, обращался там, вот летом будет уже как три года. И на тот момент департамент отреагировал, даже была разработана схема, но вот с тех пор никаких изменений не произошло. То есть, сейчас схема на согласовании в управлении дорожного хозяйства, абсолютно понятно, что она искусственно тормозится, потому что никто не хочет тратить дополнительно каких-то денег, а уже тянуть некуда. Остановка будет смещена сюда, и здесь надо сделать островок безопасности, позволяющий безопасно выполнять посадку и высадку пассажиров. Аналогично, для того, чтобы не было посадки-высадки маршруток здесь, в районе ограждения, будет организована посадка-высадка в специальном кармане. Проблема еще в том, что чиновники не могут определиться, кто конкретно отвечает за эту проблему. Пока департаменты перебрасывают ответственность друг на друга, перекресток на седьмой станции Фонтана продолжает удерживать статус одного из наиболее аварийных в нашем городе. Долгое время происходил футбол. Схема в департаменте, транспорта, схема в управлении дорожного хозяйства, в полиции. Вот сейчас конкретно в управлении дорожного хозяйства. Я отправил депутатское обращение сейчас в управление дорожного хозяйства. Аналогичная ситуация на шестой станции Большого Фонтана. Вот только здесь так называемый островок безопасности еще уже. Седьмая станция. Мы помним, какая авария была на шестой станции. И никаких кардинальных мер не предпринимается. По пути на поселок Котовское огромное количество похожих остановок, когда люди, выпадая из трамвая, просто выпадают на проезжую часть. Когда назначат нового директора департамента транспорта и решится ли хотя бы одна из озвученных нами проблем организации дорожного движения, вопросы пока остаются открытыми. Репортер продолжит наблюдать за развитием событий. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова